друзья приветствую вас на своем канале пламя с вами михалыч республика адыгея город майкоп друзья недавно в моей жизни произошло приятное событие канал форум хаос с миллионом подписчиков приехал ко мне на объект и взял у меня интервью отснял материал выложил данный ролик на своем канале форум хаос и прямо сейчас давайте приступим к просмотру данного клипа здравствуйте дорогие друзья меня зовут борсук олег михайлович проживаю я в республике адыгея городе майкоп я работаю печником и в этом ролике расскажу вам о мангальных комплексах и в частности некоторых конструктивных особенностей мангалов которые строю я сзади меня вы видите мангальный комплекс состоящий из трех устройств печь под казан мангальная зона и духовка и сейчас я более подробно расскажу вам о каждом из этих устройств сегодня как раз устанавливали гранитную плиту на печь под казан перед тем как устанавливать гранитную плиту ребята вытерли водой кирпичную кладку нанесли клей на кирпич и обработали гранитную плиту специальным водоотталкивающим составом также прогрунтовали плиту этим же клеем после того как все было подогнано они установили сделали усадку плиты выдавленный раствор тщательно убрали все протерли установили сапожок так называемый бортик и на этом их работа была закончена для чего печь под казан ну в основное конечно делают печь под казан для того чтобы приготовить плов печь под казан в данном исполнении круглого сечения имеет свой собственный дымоход который перекрывается и работает печка автономно то есть не зависит от остальных устройств имеется топочная камера поддувальная камера по середине мангального комплекса находится сердце всего барбекю это открытый очаг это мангал по-другому еще называют гриль барбекю то есть мангальная зона имеет две высоты первая высота это основная рабочая высота для того чтобы жарить шашлык но если допустим у вас получился большой объем углей то вы можете переставить шампур повыше для этого я установил уголки на которые устанавливается штанга и шампур можно будет поставить выше также на этом мангале можно использовать и решетки гриль решетка чугунная не пригорает тоже проверено то есть вы даже можете маслом растительным не смазывать а сразу на горячую решетку уложить мясо и она у вас не пригорит также мангал оборудован вертелом у него имеется редуктор электрический привод выдерживает нагрузку до 15 килограммов в мангальной зоне вверху расположена штанга для того чтобы может была возможность подвесить мясо сало прикоптить даже можно что нибудь можно повесить котелок или чайник для того чтобы сварить душистый чай из трав когда горит костер костер высасывает интенсивно воздух из помещения при разнице в давлении возникает подсос через дымоход воздуха и в этот момент мангал начинает дымить для того чтобы этого избежать необходимо делать приточный канал приточный канал служит для того чтобы выравнивать давление в помещении между улицей и беседкой ну и завершает весь мангальный комплекс духовой шкаф духовой шкаф у нас состоит из поддувальной камеры топочной камеры и непосредственно самого шкафа духовки что такое духовка это нам всем хорошо известный тандыр русская печка помпейская печка только она более современном исполнении основное отличие топочная камера у нее вынесена из духовки и она находится отдельно что нам это дает допустим у вас ваша печка остыла вы имеете возможность подложить дрова в топочную камеру и поднять температуру до необходимого духовка оснащена термометром в духовке установлена штанга для того чтобы можно было подвешивать на нее можно выпекать хлеб можно выпекать пиццу духовка оборудована чугунными дверками дверки со стеклом чтобы наблюдать горение огня и также есть возможность наблюдать как готовятся продукты в самой духовке дверка в духовой шкаф имеет свою поддувальную зону с решеточки вы можете также дополнительно вентилировать духовой шкаф перекрывается своей собственной задвижкой это печь уникально тем что все три устройства могут работать одновременно не мешая друг другу и сейчас перейдем к общему обзору расскажу вам о кирпиче и технических особенностях в наше время стало технически возможным использовать на облицовку данных барбекю комплексов кирпич который не предназначен для строительства печей за это стало возможно благодаря базальтовым листам с теплоизолирующим материалом задача печника отделить огнеупорный кирпич от облицовочного это можно сделать двумя способами можно оставить просто воздушную зазор так называемая воздушная термоизоляция или же есть возможность установить в этот зазор базальтовый лист именно применение такой технологии дает нам возможность использовать кирпич разной прочности разных заводов производителей ну и так называемый щелевой кирпич основное отличие облицовочного кирпича от печного то что облицовочный кирпич он очень красивый и позволяет сделать печку вашей нарядной и современной а сейчас я расскажу вам о своей разработанной технологии ракетной тяги в открытых топочных системах двойной зуб чем отличаются мои мангалы и камены от общепринятых тем что я разработал систему дымоотведения так называемый аэродинамический спойлер сразу хочу сказать вам что камены и мангалы работают и без этого усовершенствования но мой двойной зуб увеличивает до 99 процентов то что у вас получится собрать мангал или камин с ракетной тягой с первого раза двойной зуб состоит из двух плоскостей первая нижняя плоскость имеет наклон вперед и вторая верхняя плоскость имеет наклон назад в противоположную сторону от портала камина здесь самое главное соблюдать правила аэродинамики не делать сопротивление дыму а наоборот помогать ему выйти в дымоход именно двойной зуб задает основной импульс и ускорение прохождение дыма сам дымоход еще немаловажно сделать правильный расчет соотношение пропорций портала камина и сечение дымохода очень часто люди считают что если у них что-то не получится то они все решат длиной дымохода но я вам скажу что длина дымохода не так важно как его сечение самое главное соблюдайте законы аэродинамики при сборке открытых топочных камер на данную печь ушло полторы тысячи облицовочных кирпичей 500 огнеупорных кирпичей и 700 простых кирпичей друзья барбекю комплексы становятся популярными а современные технологии позволяют нам сделать их еще и красивыми